И говорит Бен-Хайм дальше, и знай, говорит он, что Аллах Субханна-Ва-Та'аля выделил род человеческий среди всех других творений, оказав особую честь и оказав особую милость, он создал его для себя и создал для него, то есть для рода человеческого, всё. Итак, линьсан, то есть человек, его положение не таково, как положение других творений. Аллах создал про отца человечества своей рукой и вдохнул в него от своего духа. И Аллах Субханна-Ва-Та'аля заставил ангелов поклониться ему и научил его созванием всех вещей и продемонстрировал, явил его превосходство над ангелами. Над ангелами, а значит, над теми, кто ниже ангелов, тем более из всех других творений. И Аллах изгнал Иблиса от него и отдалил от своих врат. За что? За то, что он отказался поклониться Адаму, про отцу человечества. И Аллах сделал его своим врагом, Иблиса, из-за того, что он отказался подчиниться его приказу и поклониться Адаму. И поэтому верующий, то есть верующая часть человеческого рода, это самые лучшие из всех творений вообще. И если раб его, возлюбленный его, которого он создал для себя, и которому он приготовил различные виды блага, и которому отдал предпочтение над всеми другими, и которому дал знания о себе, и которому не спасал книги, и которому послал своего посланника, и о котором заботится, проявляет заботу, и которого не оставил, предоставленного самому себе, без присмотра, если этот раб, и этот возлюбленный, которому он столько дал, и отдал ему такое предпочтение, делает нечто, из-за чего заслуживает его гнев, то есть подвергает себя гневу Аллаха, совершает то, что не угодно Аллаху, то, что не любит Аллах, и таким образом убегает от Аллаха, если он становится другом врага Аллаха, становится пособником врага Аллаха, примыкает к нему, к врагу Аллаха, и тем самым сам отрезает путь и доступ милости к себе и благости Аллаха, сам отрезает этот путь, который самое любимое для Аллаха, это оно, и сам открывает дорогу чего? Наказание и гнева и мести Аллаха. И он, который является возлюбленным рабом, творением Аллаха, приближенным, почтенным особой честью, которому оказана особая честь, если он превращается из такого творения, возлюбленного, избранного, в убежавшего от Аллаха, отвергшего, оказанную ему честь, склонившемуся к врагу Аллаха, хотя нуждается в Аллахе, сильно нуждается в Аллахе, и не может обойтись без Аллаха ни на одно мгновение, если вот этот вот возлюбленный его раб становится таким, подчиняется врагу Аллаха, идет в услужение врагу Аллаха, забывает своего истинного Господа, своего хозяина, погружается в угождение врагу Аллаха, то тогда он, значит, навлекает на себя со стороны своего Господина, со стороны Всевышнего Аллаха, не то, что свойственно его сущности. И вот, когда это происходит, вдруг приходит к нему мысль, и он вспоминает о благости своего Господина. и вспоминает о его сочувствии, вспоминает о его щедрости, вспоминает о его великодушии, и вдруг понимает это тогда, когда он уже ушел, когда он стал ослушиваться, когда он приплыл к врагу Аллаха, хотя сам нуждается в Аллахе каждую секунду, и вот вдруг он вспоминает о своем Господине, и понимает, что ему не обойтись без него, и что он вернется к нему, и что он будет представлен ему, предстанет перед ним, и что если он сам не придет к нему, то тогда его приведут к нему в наихудшем виде. И тогда он устремляется и бежит со всех ног к своему Господину из земли своего врага. То есть он убежал в землю врага, и он оттуда бежит обратно к своему Господину. Бежит, что есть мочи, пока не прибегает к его вратам, и не кладет свою щеку на порог его двери, и не кладет свою голову на землю возле порога, смиренный, умоляющий, сожалеющий, плачущий, ищет расположение Аллаха, ищет милости, просит милости своего Господина, вымаливает у него прощение, умаляет его, называет, извиняется перед ним, бросается к своему Господину, бросается, покоряется ему, отдает ему свои поводья, вот он раб, прибежал, он отдает свою узду, и тогда Господин его узнает, что в его сердце, и возвращает на место гнева опять довольство свое, и на место строгости опять милость свою, и заменяет наказание чем? Прощением. И лишение заменяет даром, и спрос сдержанностью. И как радуется Господин его ему, представьте эту радость, вернулся тот, которого он любит, возлюбленный его, близкий его, которого он почтил, и вернулся как? Вернулся сам, покорно, добровольно, и вернулся к тому, что любимый его Господин, ну и чем он доволен, сам открыл дверь этой благости, дверь щедрости, который любимый для Аллаху, чем пути гнева, пути возмездия и наказания. И здесь рассказывают по этому поводу в одном из знающих историй. Однажды на одной из улиц он увидел дверь. Эта дверь открылась, и вышел оттуда мальчик. Он кричал, плакал, просил помощи, а сзади шла его мать, которая толкала его и выгоняла из дома, пока он не вышел за дверь. И закрыла затем дверь перед его носом, а сама вошла в дом. И этот мальчик пошел направо, налево, походил немножко, потом подумал и не нашел в себе никакого иного прибежища, кроме собственного дома, из которого только что вывели. И он понял, что никто не даст ему убежища и приюта, кроме его матери. И вернулся обратно, грустный, печальный, и увидел, что дверь закрыта. И тогда он положил свою голову, свою щеку на порог двери и заснул. И вышла его мать. И когда увидела, что он в таком состоянии, то не выдержала, не удержалась и бросилась на него. Упала на него и схватила его в объятия, стала целовать его и стала плакать и говорить, «О, сынок, куда ты ушел от меня? Кто даст тебе приют, кроме меня? Разве я не говорил о тебе, не ослушивайся меня? Разве я не говорил о тебе, не делай того, что заставит меня поступить вопреки моей природе? А природа моя такова, что я люблю тебя, я жалею тебя, я устроена так, что я желаю тебе блага, я милосердна к тебе, мое естество таково. Так не заставляй же меня делать то, что противоречит моему естеству». И потом взяла его и вошла в дом. И посмотрите, слова этой матери. Она говорит, «Пусть то, что ты ослушиваешься меня, не заставит меня поступить вопреки тому, что соответствует моей природе, а природа моя – это милосердие и жалость к тебе». А теперь вспомните слова пророка, алейху салату ассалам, «Ляллаху архаму би айбадихи миналь валида тебе валадиха». «Аллах более милостив к своим рабам, чем мать к своему ребенку». Да и что такое милость и милосердие матери по сравнению с милосердием и милостью Аллаха, чье милосердие охватывает все сущее. «Аллаху би айбадихи» и милосердие.